Приветствую вас! Я хотел бы выделить три основных момента вашей проблемы, которые, на мой взгляд, кажутся наиболее значимыми здесь. Значит, первая проблема, это проблема, значит, того, почему ушел ваш муж, куда он ушел, кому он ушел, собственно, что послужил причиной того, что он ушел и так далее. То есть это вот такие довольно важные моменты, которые вы совершенно никак не раскрываете. То есть мужчина ушел, оставив троих детей без отца. То есть я так понимаю, что он к ним не приходит, он их не навещает, ничего не делает. Да? Вот. Вот давайте подумаем, что же, собственно, случилось? Почему мужчина ушел? Что вы думаете по этому поводу? То есть вот как вы сами для себя объясняете, что он ушел? Потому что, ну, вы смотрите, вы говорите, вот он ушел, значит, полгода назад, да? Я его до сих пор люблю, он оставил меня в трудной ситуации. Но вы его любите до сих пор. Точно получается, что вы и до себя обрадуете в этой ситуации? То есть вы говорите, как бы, что он не виноват? Это я виноват? Ты виноват в том, что он ушел? Или вы напротив понимаете причину, по которой он ушел? И, собственно, осознаете, что вы несете ответственность за эту ситуацию? И неся ответственность за нее, вы, как бы, понимаете, что муж, опять же, не виноват в нем. В этом случае, логично задать вам вопрос, пытались ли вы наладить с ним контакт с мужем? Пытались ли вы взаимодействовать с ним, восстановить отношения? Пытались ли вы как-то донести до него, что вы там поняли какие-то вещи, что вы раскаиваетесь, что вы как-то вообще хотите, чтобы он вернулся, ваш муж, и так далее? То есть доносили ли вы до него этот аспект? Если да, то хорошо, а если нет, то почему нет? Что вам мешало это сделать? Или пытались, но он не давал вам шансов, например, ваш муж? То есть здесь вот есть вот такие моменты, которые, ну, вот, непонятны. У вас, у вас ведь остались какие-то переживания по поводу мужа своего, правильно? У вас остались какие-то чувства, у вас остались какие-то взгляды, вот, относительные от того, что произошло. И вопрос заключается в том, имеете ли вы реальную возможность для того, чтобы эти взгляды выразить? Чтобы перестри желание своей выразить и так далее? Если вы чувствуете, например, себя виноватой, да, ну, допустим, Соответственно, вопрос заключается в том, как вам дальше жить с этой виной, с чувством вины. Как вам с ней уживаться дальше, например? Чувствуете ли вы вину перед своими детьми, например, как вы с этим живете? От чего у вас слезы, собственно говоря? Ну, об этом, об этом чуть позже я скажу. Значит, это если вы пытались своего мужа вернуть. А если не пытались вы своего мужа вернуть, то как тогда у вас проявляется эта самая любовь? Ну, то есть, вот как вы говорите, что я его люблю, что есть любовь? Ну, вот он ушел. Он ушел и оставил вас в тяжелой ситуации. Можно ли это назвать предательством? Ну, наверное, нет. А вот если бы это было предательство, мужчина бы, наверное, хотел бы к вам вернуться спустя какое-то время. Он этого не сделал, а значит, предательством это назвать нельзя. Хорошо. Значит, тогда вы его любите. Как вы его любите? Как эта ваша любовь проявляется? Это вот очень такой важный аспект, на мой взгляд. Потому что без этого аспекта нельзя понять ваше отношение к тому, что произошло. Вот когда любят, например, человека, да, хотят ему счастье. Вы счастливы за своего мужа, например, что он ушел от вас? Мне кажется, что нет, вы не счастливы за него. Наоборот, вы плачете. А почему вы плачете? Потому что вы его потеряли. Вместе с ним вы потеряли для себя что-то. Ну вот. Вопрос заключается в том, что вы потеряли для себя. Вы говорите, я, мне это самое уже надоело, что я вот плачу. Но ничего не могу поделать. Вот воспоминания нахлы, нахлынули и все. Я плачу. А воспоминания это что? Воспоминания это, по сути, информация о том, как вам было хорошо с мужем тогда. И почему вы вот, значит, так к этим воспоминаниям тяготитесь? Почему вы испытываете тягу к этим воспоминаниям? А потому что сейчас вы не получаете для себя ничего из того, что получали до этого. И надо понять разницу, что изменилось. Ну вот, ушел муж. Я понимаю. Муж ушел. Но, вы-то что потеряли? Если любимого человека, то опять же нужно понять, что любимый человек это тот, который не ушел бы от вас. Любимый человек это тот, который не стал бы уходить от вас. Надеюсь, вы это понимаете для себя довольно хорошо. То есть человек в итоге оказался не тем, кем вы его представляли себе. Но если вы его любите, и он ушел, ему так лучше, отпустите. Ему так лучше, он ушел. Если вы любите. Вы не можете отпустить. Что мешает? Потребности. Ваши потребности перестали удовлетворяться. Супо на мусь. Вопрос заключается вот в чем. Какие это потребности? Какие потребности перестали вами удовлетворяться? Вот именно эти потребности, потому что вы перестали их удовлетворять. Привычных способов удовлетворить свои потребности у вас нет. Потому что муж ваш ушел от вас. Привычных способов нет. А новые способы вы еще не сделали, не придумали, не создали. Из-за этого есть ощущение, что вы остались проигравшими. Плюс трудные ситуации, обида и жалость к себе. Как я понял. Вот вы, когда плачете, вы тем самым как бы себя жалеете. А это вот тоже очень плохое качество, что вы себя жалеете, считаете, что это несправедливо. То, что с вами произошло. Ну, тут то и плюс в том, что для объективной реальности нет справедливости и несправедливости. Есть то, что происходит. Вот с вами произошло это. Нужно принять это и действовать в тех условиях, которые есть. Потому что других условий у вас нет. А вы не принимаете эти условия. Вы постоянно вспоминаете другие условия, которые были когда-то у вас. А все это вот подобные проблемы. То есть, что я хочу вам сказать здесь. Здесь я вам хочу сказать только то, что вам нужно определить свои потребности, которые вы перестали удовлетворять, значит, с уходом вашего мужа. Это вот важный момент, на который я хотел бы застрелить ваше внимание. Момент очень важный, правда. И, собственно, когда вы свои потребности осознаете, когда вы поймете, с чем же ваш муж такой хороший, почему же он, например, выигрывает так легко у других мужчин, ну, по сравнению с другими мужчинами, он выигрывает. С чем это связано, то есть он выигрывает, да? А связано это с идеализацией. То есть, вы его идеализируете. Почему? Потому что у вас есть определенные на что мотивы. Какие мотивы идеализировать человека? Мотивы могут быть самые разные, конечно. Но думаю, что основные заключаются в том, что вы чувствуете, что возможно ни с кем больше никогда не будет, что никто вас не будет любить так, как он, никто не будет понимать вас так, как он, и, в общем-то, только он мог удовлетворить ваши потребности и желания вот так, как вы хотите, как вам хотелось бы. Это вот, значит, первый момент, первый важный момент. И второе – это приписывание ему, по сути дела, тех качеств, я имею в виду качеств, именно чисто положительных качеств, которых у него нет. И именно так проявляется, по сути, идеализация. Хоть вы не разобрать, какие качества вы приписываете ему такие, которых у него нет. Чтобы вы получили реальное представление о том, что это за человек. То есть, первое – это по приписыванию. Второе – это что изменилось в вашем состоянии после его ухода. Что изменилось в вашем восприятии себя, то тоже очень важно, как вы себя стали воспринимать после его ухода. Стали вы думать о себе хуже? Стали ли вы вообще как-то о себе думать по-другому иначе? Ну, это вот все такие важные моменты, на которые с вами нужно разговаривать. Которые вы, в принципе, сами можете проработать, если есть желание. Дальше. Значит, дальше у нас с вами идет по, значит, моей схеме, дальше у нас с вами идет то, что у вас нет подруг. У вас нет друзей, нет подруг, с которыми вы, как я понял, могли бы поделиться тем, что с вами происходит. А родственников вашим не до вас. Значит, ваш муж, если я правильно вас понял, он вам заменял и подруг, и родственников, и так далее. То есть, получается, что его значение для вас было куда больше, чем ваше значение для него. И отсюда, как следствие, естественно, подобные ваши переживания. Ведь с уходом мужчины вы лишились не только мужа, не только отца детей, не только партнеров в интимных отношениях, да? Но еще вы потеряли друга, потеряли родственников, возможно, еще кого-то. То есть, получается, что вы своим мужем придавали очень большое значение. Ну, слишком большое значение вы придавали своему мужу, скажем так. И вот это тоже является нормальной такой проблемой для отношений. Почему? Я пришлю. Дело в том, что, вполне вероятно, что вашему мужу не нравилось, что вы накладываете на него такое количество ролей, такое количество обязанностей, он может быть, хотел для вас быть просто мужчиной, просто мужем и все. А вы его воспринимали еще и как родного человека, да, как друга. К этому он оказался не готов. Это его сяготило. Возможно, это одна из причин, по которым он ушел от вас. Но основная проблема не в этом. Основная проблема в том, почему у вас подруг нет. Почему с родственниками проблема, что им не на вас. Как вы относитесь к родственникам, к своим. Как они к вам относятся. Почему у вас отношения не складываются с ними. Чем это связано. Это вот тоже очень важный момент. Проработав, например, свои препятствия, ну, ваши препятствия, по, например, налаживанию контактов с подругами. То есть, с расширением круга вашего общения. А вы, вполне вероятно, получите в свое распоряжение как раз тот необходимый актив, нужный вам для нормального существования. Чтобы меньше, свою мужину ждать. А пока, пока все получается так, что вы испытываете некие трудности в общении с людьми. Некие трудности в общении с подругами, некие трудности с родственниками. И не желаете решать эти проблемы. А хотите просто вернуть своего мужа, чтобы тем самым все эти проблемы для вас потеряли актуальность. Ну, а может быть, мужу не хочется, чтобы вы за счет него решали вот свои проблемы. Может быть, муж и почувствовал, что вы чересчур много на него нагладываете. Я вам это уже говорил, но повторюсь еще раз. Чрезмерно на него взваливаете обязанности и тем самым снимаете с себя ответственность за себя. Тоже такой вот может быть момент. И его нельзя, на мой взгляд, сбрасывать со счетов. Потому что объективно это очень-очень важно. Объективно это очень-очень-очень тревожно. Вот как мне это видится. Вот очень тревожно, если это все так. И если это все так и есть, как вот я сказал. Ну и вам тогда, ну и нам будет в первую очередь решать именно эту проблему. То есть сперва проблема потребностей, проблема состояния, проблема конфликта, который у вас, ну, и проживание конфликта, переживание конфликта, опускание конфликта, отпускание чувства вины, там, коррекция, коррекция отношения к себе. Это обязательно. А после уже проработка вот этих вот самых социальных связей, которые у вас, на мой взгляд, выстроены, ну, немножечко неправильно. Вот и с этим тоже нужно работать. С этим вот тоже нужно выстраивать контакты. Потому что, ну, без контактов вам очень, очень тяжело будет. Даже если вы встретите другого мужчину, даже если вы встретите другого мужчину. А все равно ситуация будет такова, что вы будете на него, по сути, накладывать вот те обязанности, которые он, может быть, даже и, как я уже сказал, не хочет осуществлять. И вопрос, который я вам выдаю, это вот то, насколько вы самостоятельны в отношениях были всегда. Ну вот, то есть, на мой взгляд, это очень важный вопрос, без которого нельзя решить вашу проблему. Вот так вот, я думаю, можно ответить на ваше сообщение. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А в первые предыдущие попрощаться, хотелось бы сказать, что вам нужно быть весливой, хотя бы ради своих детей. Потому что, если несчастная мать, то и несчастные дети. Постарайтесь соблюдать не счастливы, хотя бы для них. Они потеряли отца, будет совсем плохо, если они потеряют ещё и мать. В эмоциональном смысле слова. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!